МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Администрация ответила на вопросы жителей поселка Малаховка. В рамках программы здесь будет заменено асфальтовое покрытие, 2500 квадратов, заменены все бортовые камни. В Люберцах продолжается комплексное благоустройство дворовых территорий. Это необходимая акция в наше время. Мы должны помнить о нашей победе. И хоровое пение – это то, что объединяет всех участников. Впервые в Люберцах состоялась акция «Парки поют». Как все прошло, расскажем в сюжете. Настроение отличное, бодрое. Прибавилось у нас сил, да, Надюш? Настроение. Танцевали, пели. Члены клуба «Активное долголетие» приняли участие в марафоне по скандинавской ходьбе. А теперь подробнее о всех событиях. В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств отчитались в проделанной работе. Подробнее в сюжете. В городском округе Люберцы прошло традиционное оперативное совещание. Среди основных тем – алгоритм работы по наиболее проблемным контейнерным площадкам в весенний период, работа общественного транспорта, ремонт многоквартирных домов и входных групп. За прошедшую неделю с территории округа вывезли около 45 тысяч кубических метров отходов. Из-за автомобилей, припаркованных вдоль тротуаров и вблизи контейнерных площадок, региональный оператор по некоторым адресам не смог своевременно вывезти твердые коммунальные отходы. На прошлой неделе мы получили снижение порядка 12 тысяч кубических метров. То есть это говорит о том, что основной вал весеннего мусора мы прошли. В общем, прошли достаточно неплохо. За прошедшую неделю зарегистрировано 10 случаев невывоза мусора. Один из них – это неприезд мусоровоза и 9 случаев запаркованных контейнерных площадок. Все случаи разобрали, мусор был вывезен во всех 9 случаях в течение суток. У меня вопрос по контейнерным площадкам. Дополнительно лодки или бункеровозы, как их называют. Мы говорили о том, что работу нужно увеличить, количество, точнее, увеличить установленных. На прошлой неделе рекоператор докладывал, что было 8 установленных. На этой неделе порядка 20 переменно. От 18 до 22 у нас 8-кубовый контейнер стоит. Вот эту работу с рекоператором нужно продолжать. Так как будет стоять бункеровоз, уже вот этот весь строительный мусор, который на фотографии, он не будет лежать на земле. Да, абсолютно верно. Еще одна знаковая тема – капитальный ремонт многоквартирных домов и модернизация подъездов в Люберцах. В 153 МКД заменят фасады и инженерные системы. Также планируется обновить 129 подъездов. Все работы будут согласованы с жителями. 78 многоквартирных домов – это Люберц, 36 – Малаховка, 19 – Красково, Октябрьский – 8, Тамилина – 12. В настоящий момент 42 дома уже находятся в работе. По системе замены газоснабжающего оборудования спецгазстрой компания проведет ремонт 32 многоквартирных домов. Там, где у нас идет ремонт фасадов, Владимир Михайлович, в обязательном порядке мы синхронизировали данные работы с ремонтом газового оборудования, для того, чтобы в будущем не заходить заново и не наносить вред тому фасаду, который был по программе капремонта отремонтирован. На прошлой неделе в округе проводились профилактические рейды по предотвращению дорожно-транспортного травматизма на железнодорожных путях. По профилактике травматизма на железнодорожном транспорте проведено 56 проверок, 79 бесед и выписано 16 штрафов. Также участники совещания обсудили вопросы оперативной обстановки в округе, развития спорта и работу территориальных управлений. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем хорошего рабочего дела. Глава городского округа Люберцы, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Волков провел личный прием граждан. Встреча прошла в общественной приемной и политической партии. Какие вопросы на этот раз подняли жители округа, узнаем в следующем материале. На прием к Владимиру Волкову пришли жители 33-го дома по улице Электрификации. Они просят включить МКД в губернаторскую программу «Мой подъезд», а точнее вернуть его в список домов, где в этом году должны отремонтировать входные группы. Был запланирован ремонт подъезда. Значит, пятиэтажка, четыре подъезда. Нам выдали дефектовку. Дефектовка была неверно составлена. Мы обратились с этим вопросом к начальству ЖЭУ, управляющей компанией ЛГЖТ. Встретились, нам организовали встречу с инженером ПТО, который составлял дефектовку. Через два дня мы пришли снова в ЖЭУ на прием. Нам отменили ремонт. Нас исключили с программы, отменили ремонт в принципе. Подъезды этим летом отреставрируют, но без областного софинансирования. Работы пройдут в рамках текущего ремонта. В этом году при его проведении будут использовать современные детали и дизайнерские элементы. На этажах делаем дизайн-проект, как в новостройках. Там второй этаж, цифра два большая, третий. Ну, какое-то обновление такое современное. Не просто зеленой краской покрасили. Необходимо, чтобы руководитель ЖЭУ сам лично вышел, встретился, провел это голосование. Согласовали жители. Вот такая цветовая гамма, вот такой дизайн-проект. Еще одна инициативная группа жителей обратилась по теме благоустройства Наташинского парка. Просят обратить особое внимание на сохранение зеленого массива и вопросы безопасности. А также рассмотреть возможность переноса зоны гриль на другое место. У нас есть частный сектор. Вы правильно подняли этот вопрос. Честно говоря, мы его проговаривали. Я думаю, что уже все решено. А тут, оказывается, договора какие-то. Руководитель здесь сидит. Жительницам городского округа предложили войти в рабочую группу по реконструкции парка, где они смогут вносить свои предложения. Также на личном приеме прозвучал вопрос, связанный с содержанием и местоположением контейнерной площадки в микрорайоне «Птицефабрика». Устранение замечаний всех заявителей глава Люберец взял под свой контроль. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Еще одна встреча с жителями в формате выездной администрации прошла в городском округе. На этот раз местом ее проведения стала гимназия номер 46 в поселке Малаховка. По итогам встречи представители администрации взяли в работу ряд вопросов. Тему продолжит наш корреспондент. Задать вопрос и получить на него ответ здесь и сейчас. Работа выездной администрации дает такую возможность каждому жителю. Глафира Зубарева обратилась с просьбой усилить меры безопасности в поселке, особенно на территории парка Малаховское озеро. На улицах очень много людей, которые дебоширят, ходят пьяные, ругаются. И, конечно, хотелось бы более такую безопасную среду на улицах. Но я получила ответ, что по моим запросам проведут расследование и обязательно мне перезвонят и ответят на вопросы. У нас на территории парка обеспечена камера видеонаблюдения, установленная с выходом в безопасный регион, которые же неоднократно показывали свои плоды в части выявления правонарушителей, привлечения их к административным и даже уголовной ответственности. Организация приближенности патрулей – это реально. Они на самом деле проходят. Может быть, не всегда жители это видят, но патрули также максимально приближены, так как опорный пункт полиции находится в непосредственной близости. Тематика обращений разная – от ЖКХ и здравоохранения до ремонта дорог и благоустройства отдельных участков. Свои вопросы жители адресуют непосредственно главе городского округа Владимиру Волкову или его профильным заместителям. У нас в поселке Нововражка, в 46-х школах, в гимназии, парковка, она никак не организована перед самой школой. И люди уже стихийно просто ставят, ну как-то в грунт выезжают, выезжают, ну когда грязь там, все остальное, каша там. В общем, эта каша потом выезжает на дорогу. На встрече с представителями администрации от жителей можно услышать не только замечания и указания на те или иные проблемы, но и благодарность. Такое обращение поступило в управление образованием. Буквально на днях случился непредвиденный приступ у ребенка во время тихого часа. И воспитатели, которые были в это время на группе, очень своевременно отреагировали, вызвали мгновенно скорую помощь, вызвали родителей, приняли все возможные меры, чтобы оккупировать этот приступ. И вот мама подошла, конечно, с большой благодарностью Татьяне Александровне, воспитателю этого детского сада. Конечно же, мы примем во внимание и в конце учебного года найдем возможность именно ее поощрить, наградить. Реконструкция летнего парка, содержание контейнерных площадок, вывоз мусора, ремонт дорог и тротуаров. Также вошли в список тем, которые подняли жители Малаховки. Напомню, что подобные встречи проходят два раза в месяц и затрагивают все поселки и микрорайоны городского округа Люберцы. В Люберцах проходит комплексное благоустройство дворовых территорий. В рамках программы формирования комфортной городской среды работы пройдут на 27 локациях, расположенных в разных частях городского округа. Наша съемочная группа увидела, как идет процесс в поселке Тамилино. Во дворе дома 9А, корпус 6 по улице Гаршина, ни пройти, ни проехать. С самого утра здесь работает спецтехника и дорожные строители. Демонтируют старые асфальты, бордюры. Но временные неудобства того стоят. Совсем скоро территория вокруг дома станет комфортной и безопасной. В рамках программы здесь будет заменено асфальтовое покрытие 2500 квадратов, заменены все бортовые камни. Также планируется обустройство новых парковочных мест, расширение существующих проездов, обустройство тропиночной сети, ремонт существующего, обустройство новое, согласно пожеланиям жителям, как они ходят, согласно протоптанным маршрутам, так скажем. На все это подрядчикам понадобится около двух недель. Картина будет такая же, как в соседнем дворе. На Гаршина 9А, корпус 7, работы завершены на 85%. Здесь уложили новое покрытие и установили бордюры. Остается заасфальтировать последний проезд. Так как мы находимся во дворах, и сейчас уже, можно сказать, летний период, сезон отпусков, люди уезжают, многие машины оставляют и уезжают. И приходится как-то искать их, просить отогнать машины. Совсем справляемся вовремя, у нас оставаний по срокам нет. Изменения коснутся и вот этой детской площадки. Летом здесь установят новые игровые элементы и покрытие. Также предусмотрена модернизация уличного освещения. Заключительный этап благоустройства – посадка деревьев и кустарников – пройдет осенью. Уиза и Геазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. На третьем почтовом отделении проведут комплексную работу для обеспечения безопасности на дорогах. Глава Люберец встретился с жителями домов 64 и 66, чтобы лично услышать их пожелания. По итогам беседы Владимир Волков дал своим коллегам ряд поручений. Обо всем по порядку в нашем следующем сюжете. Т-образный перекресток на третьем почтовом отделении – зона повышенного риска ДТП. Здесь интенсивное движение как автомобилей, так и пешеходов усугубляет дорожную ситуацию вот этот автосервис. Владелец объекта заградил его забором и тем самым закрыл проходы и лишил жителей парковочных мест. От них пошли угрозы жителям. То есть нельзя парковаться, нельзя сюда подходить, нельзя здесь проходить и так далее. Плюс там хранение шин стало, там хранение различных каких-то строительных материалов. Ну то есть там просто устроили склад непонятный. Мы опять же обращались с просьбой, пожалуйста, навести порядок. Но, к сожалению, вы видите, владелец данного помещения в грубой форме отвечает всем, отказывается, они прячут эти шины. Наводить порядок владельцу автосервиса уже не надо. В ближайшее время нестационарный объект демонтируют. Причиной тому отсутствие разрешительных документов и многочисленные нарушения. Установлено нарушение всех норм, норм безопасности, санитарных норм. Отсутствует договор на вывоз мусора, на вывоз шин. Поэтому принято такое решение, что данный объект на территории городского округа Люберцы не может существовать. В настоящий момент идет сбор документов, по результатам которого будут поданы соответствующие документы в суд для его демонтажа в принудительном порядке. Что касается другой проблемы отсутствия пешеходного перехода и тротуаров, то она тоже будет решена в пользу жителей. В ближайшее время дорожники приступят к работе. Нам предстоит расширение тротуара возле магазина «Пятерочки». Соответственно, радиус поворота, въезд в дворовую территорию также предстоит переделать. Нанести пешеходный переход вдоль улицы по проезду и обустроить пешеходный переход напротив магазина «Пятерочки». На весь комплекс работ понадобится около месяца. Уже в июле жители микрорайона смогут передвигаться с комфортом и безопасностью. Уиза и Геозарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Управление транспорта и организации дорожного движения совместно с представителями РЖД и сотрудниками линейного отдела полиции провели очередной рейд, направленный на снижение травматизма на железной дороге. В городском округе его организуют повсеместно, в этот раз на станции «Люверцы-1». Тему продолжит наш корреспондент. С пассажирами проводят профилактические беседы, напоминают об ответственности за противоправные действия на объектах железнодорожного транспорта. Это правильные мероприятия, они помогают нам снижать травматизм в железнодорожном транспорте. Люди в большинстве своем понимающие у нас правила нахождения на железнодорожных путях, они в первую очередь важны для них, для их здоровья, для здоровья их близких. Это самая притяженная станция в городском округе «Люверцы». Здесь наиболее большой пассажирский поток. В сутки здесь в среднем где-то порядка трех тысяч пассажиров. И которые приезжают и уезжают. Мы продолжаем свою работу, усиливаем контроль на станциях, усиливаем контроль по профилактике, проводим регулярно обследование железнодорожных путей совместно с сотрудниками АПИ и РЖД. Такие рейды проводят регулярно. И они действенны. Статистика последних лет говорит о значительном снижении количества погибших. Рейд – это часть программы по усилению безопасности на дорогах, уменьшению травмоопасности, смертности. На самом деле вот эти меры приводят к серьезной динамике положительной. Здесь комплекс мер действует. И работа с зацеперами, и контроль дополнительный на переходах, таких народных тропах ставят сограждения. Работа по профилактике травматизма на железной дороге будет продолжена. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В картинной галереи Люберец прошла дискуссия, посвященная волонтерской международной премии «Мы вместе», созданной по инициативе президента Российской Федерации. О правилах участия и о самом проекте рассказали амбассадоры, организаторы и финалисты. А также в торжественной обстановке активистам городского округа вручили первые паспорта гражданина Российской Федерации. Тему продолжит наш корреспондент. Еще шестеро юных жителей городского округа, которым исполнилось 14 лет, стали полноправными гражданами страны. Эти юноши и девушки – волонтеры и активисты. Вместе с паспортом им вручили Конституцию РФ и благодарственное письмо от главы городского округа. Я желаю только успехов, только развития личностного. Ставьте перед собой самые амбициозные цели, задачи. У вас абсолютно точно все получится. А сразу после вручения участники волонтерского движения узнали о правилах международной премии «Мы вместе». Принять участие могут как раз дети, достигшие 14 лет. Этот проект создан для развития культуры, взаимопомощи и поддержки лидеров социальных инициатив, которые направлены на помощь людям и улучшение качества жизни. Там был запрос на то, чтобы создать как раз-таки такую премию для поощрения и признания добровольческие деятельности, проектов социальных. Уже на протяжении четырех лет, уже идет четвертый сезон премии, мы активно работаем с такими участниками. Про проект рассказывали не только организаторы, но и те, кто сам принимал участие в международной премии и даже стал финалистом. Павел Бережанский в 2021 году представлял проект «Наш участковый врач» и выиграл в номинации «Волонтер года». Премия помогла мне реализовать проект в Московской области. Это проект по поддержке врачей, так называется «Наш участковый врач». Потому что в Московской области у нас две с половиной тысячи врачей-педиатров, из них 1600 – это участковых врачей. Я сам 10 лет отработал участковым врачом в сельской местности. И этот проект созревал все то время, пока я работал. Супругу у меня тоже врач-педиатр. И сейчас вот для врачей у нас есть возможность помогать психологической поддержкой, обучение привозить прямо к врачам на рабочее место. Но вообще семь больших блоков именно благодаря премии. Принять участие в премии может каждый, кто реализует социальный проект, занимается добровольческой или наставнической деятельностью. Награды лучшим в этой сфере ежегодно вручает президент России Владимир Владимирович Путин. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах по инициативе подмосковного детского омбудсмена Ксении Мишоновой прошел семинар на тему профилактики суицидов в подростковом возрасте. Почему именно подросткам особенно важна поддержка и понимание со стороны родителей, узнал Богдан Колесников. Мы все работаем над тем, чтобы наши дети были защищены, были обеспечены с точки зрения безопасности на самом высоком уровне. Нужно, конечно, быть всем очень внимательными для того, чтобы поймать вот этот самый тонкий, самый сложный, острый момент. В Подмосковье уделяют большое внимание профилактике суицидального поведения подростков. Но попытки покончить жизнью по-прежнему происходят. Только с начала года, по данному полномоченного по правам ребенка, в Московской области зафиксировано более 50 случаев. Из них 14 с летальным исходом. Завершенный суицид считается следственным комитетом, это когда они доказали, получили предсмертную записку или что-то еще. Я считаю, здесь все случаи, когда случайно девочка 12 лет глотает 85 таблеток и потом, значит, звонит кому-то, ее еле спасают. Я считаю случай, когда мальчик что-то принимает и выходит в окно с 13 этажа в 13 лет. Я считаю на всякий случай, потому что я не понимаю, что его толкает. Значит, мы должны выяснить, что его толкает. Суицидальные мысли у подростков требуют особого внимания со стороны родителей. Суицид в детском возрасте – это мольба о помощи, которую никто не услышал. Не случайно более половины попыток самоубийства возникает на почве внутрисемейных конфликтов и непонимания. Они не обязательно, что-то с ними не так. С ними не так то, что они проходят, это подростковый период. И вот эти попытки, резание рук, таблетки, звонки друзьям, маме, хотя бывают совсем чумовые случаи. Поругались, мама заставила убрать кровать, она вышла в окно, глоталась таблеткой. Это, по-моему, ваш случай вот здесь такой был, в Людерце. От того, как подросток чувствует себя в семье, в его жизни многое зависит. Когда дети ощущают присутствие и поддержку родителей, они начинают чувствовать собственную значимость. Конфликты окружающего мира теряют актуальность. И у них формируется прочный внутренний стержень – тыл. Мы хотим обратить как раз внимание взрослых, чтобы они, в свою очередь, обращали внимание на детей. Замечали изменения в поведении, которые сигнализировали бы нам о том, что ребенок зовет на помощь. Потому что попытка суицида – это зов о помощи, это крик о помощи, который мы почему-то не услышали и не заметили. Наша задача, наверное, самое главное – это чтобы наши дети получали наше внимание, и этих случаев было гораздо меньше. Семинары по вопросам профилактики подросткового суицида и устранения семейного неблагополучия будут продолжены. В Подмосковье проведут еще семь таких встреч. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Свой 30-летний юбилей отмечает благотворительная организация, которая помогает детям, оставшимся без попечения родителей. Свою работу детская деревня СОС начала в поселке Томилино, когда первый ребенок переступил порог нового дома. Сейчас по всей стране создано уже шесть таких деревень. Подробнее о семьях расскажут мои коллеги. Первая в России детская деревня СОС в Томилине – это 12 домов, в которых сейчас живут 45 детей. Одна из главных задач таких организаций – дать ребенку любящих родителей. Каждая семья сама устанавливает правила, традиции и налаживает быт. Дети ходят в обычные школы и детские сады. И за 30 лет из этой деревни выпустили больше 140 мальчиков и девочек. Томилинская детская деревня – это не только она оказалась в географическом центре, она не только оказалась самой первой, но и она стала своеобразным сердцем детских деревень. И поэтому для нас каждый день рождения очень важен и значим. Наш принцип, он заключается в том, чтобы люди себя чувствовали как дома и жили в обыкновенном доме. Одна из главных задач, чтобы ребенок интегрировался максимально в общество и он рос, как все дети, ничем не отличаясь от других детей. Одни из приемных родителей – Татьяна и Дмитрий Шемякины. Проживая на территории деревни два года, Татьяна предложила свою кандидатуру на роль приемной мамы после начала специальной военной операции. Сейчас они с мужем, а родители 12 приемных и двоих родных детей. Мне позвонили, сказали, есть дети, 9 детей, все кровные от одной мамы. Ну, я, конечно, с мужем посоветовалась, сразу мы как-то дружно приняли решение взять детей на воспитание. Пока не попробуешь, не поймешь. То есть, я скажу даже, какие сложности и трудности есть, они реально, они счастливые. Это совсем другая жизнь. 14 июля 2024 года будет у нас ровно два года, как мы находимся на территории детской деревни и с составом такой большой семьи. А супруги Елена и Владимир Галатюк живут в деревне с 2014 года. За это время они выпустили во взрослую жизнь двоих детей. Сейчас на попечении пять мальчиков и пять девочек. Супружеская пара называет себя счастливыми родителями. Уметь слышать их, вы знаете, то есть я каждый вечер провожу с ними время, полчаса минимум, когда ты общаешься и ты слышишь, у них не боль, переживания. Они начинают открываться, начинают, можно сказать, ну, искать помощь, поддержку с вне. В честь юбилея для детей подготовили праздник. Аниматоры, командные игры и мастер-классы на свежем воздухе. А изюминкой стала ярмарка. Сейчас на территории Тамиленской детской деревни проживают 12 семей. Каждого спросят и каждый ответит. Речи стены не найти на планете, а о, на домах, как маяки. Там ждут родные люди. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. Последние дни мая – время прощания со школой. В городском округе звенят последние звонки. К этому событию особенно готовятся выпускники 11-х классов. На праздники в 28-й школе побывала наша съемочная группа. Завершились школьные годы для этих учеников 11-х классов. Впереди новый этап жизни. А пока праздник в родных стенах и торжественная линейка. Для выпускников звучат песни, стихи и напутственные слова. Вы вступаете во взрослую жизнь. И, конечно же, многие из вас выберут тот вуз, который сами посчитаете там, где вы себя видите в будущей профессии. И, конечно же, мы желаем вам всем удачи, чтобы получили дипломы. Протоколом номер 5 от 16 мая на педагогическом совете все допущены до итоговой аттестации. Мы вам желаем успехов, применить все свои знания, показать высокие результаты. Удачи вам! Белые банты и фартуки у девушек, строгие костюмы у юношей, рядом родные и друзья. Из 28-й школы во взрослую жизнь провожают 56 учеников. Для них наступает пора экзаменов, но выпускники чувствуют себя уверенно. Я сдаю экзамены русский, математику и общество. Настроение хорошее, я спокойна, потому что это этап жизни, который нужно будет пройти просто. Прощаться, конечно же, все равно такое настроение будет. Еще поплачем сегодня. Сегодня я закончил 11 класс, настроение у меня шикарное. Я закончил школу. Я выбросу путь дальше, уверен в себе полностью, что сдам экзамены. Готовился к ним упорно, труделиво. Конечно, и не без слез, так сказать. Очень счастлив, что этот путь уже заканчивается и будет начинаться новая жизнь. Теперь для выпускников звенит их последний школьный звонок. В 28-й школе 5 претендентов на золотые медали в этом году. Всего в городском округе 11 класс закончат полторы тысячи учеников. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Экскурсии, выставки, лекции и мастер-классы. Все это ждало Люберчан в ночь музея. Какую программу подготовил музейный выставочный комплекс, расскажут мои коллеги. Еще в 18 веке русские дамы изучали искусство использовать веер не только по прямому назначению, но и в галантных целях, передавая с помощью аксессуара свои чувства и настроение. Лекция «Искусство владения веером» вызвала интерес у посетителей музея. Для тех, кто увлекается историей космонавтики, подготовили тематическую экскурсию. Рассказали об основоположниках космонавтики, о животных, побывавших в космосе, и почему полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой уникален до сих пор. До сих пор остается первая женщина, командир корабля. Она подняла корабль, она его пустила, она решала все вопросы сама. В выставочном зале «Музыкальный вечер Елены Петровой». Больше 20 лет пианистка работает в детской школе искусств номер 5. Зрители услышали 10 авторских произведений. Галерея пригласила меня, и я с удовольствием сегодня даю свой первый авторский концерт. Зрители тепло, принимали замечательно, радушно, очень тепло и искренне. Еще одна локация – художественная выставка «Грани XX века», которая открыта до конца мая. Здесь представлено более 40 живописных работ люберецких художников. Многие картины выставляются впервые. Перед вами картина – это «Завод имени Ухтомского», «Приезд Фиделя Кастро». И заводчане тут все конкретные люди, все конкретные лица, художник написал. И, конечно, директор предприятия, теперь он Павлович Попов, герой соцтруда. Очень доброжелательное лицо Фиделя Кастро. Побыла на концерте, побыла немножко на экскурсии. У меня большие-большие молотия. Вообще, мне очень нравится наш музей. Я считаю, что это один из лучших. Было очень душевно, тепло и приятно было пообщаться со всеми. Акцию «Ночь музеев» Люберецкий музейно-выставочный комплекс провел десятый раз. Ее посетили несколько сотен человек. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Малаховский летний театр открывает сезон. Сегодня показывают аллегорическую повесть-сказку Антуана Дассент-Экзюбери «Маленький принц». На спектакле работали мои коллеги. Для Максима Славнова это вторая премьера. В прошлом году юный артист выходил на сцену летнего театра в спектакле «Остров сокровищ». Над ролью в «Маленьком принце» работал несколько месяцев. Я вижу его очень любопытного. Он всех спрашивает. Вежливого, потому что он с каждым прощается. Доброго, потому что он всегда слушает за всех. Когда мы хотели придумать какую-то сказку, мы решили сделать что-то волшебное и удивительное. Я написала сценарий, и вдруг пошли песни сами собой. Я никогда этим не занималась, я никогда не писала песни. И тут пошла одна песня, вторая, третья. И премьера состоялась. На сцену выходили профессиональные артисты и те, для кого искусство – это неотъемлемая часть жизни. А выступить на сцене летнего театра – большая ответственность. «Продолжение традиции Соколовых, Телешовых, которые возрождали Малаховку, делали ее творческой. Она здесь на подмостках начинала Шаляпин, начинала Раневская. Здесь живет душа, здесь живут артисты, здесь живут спектакли, здесь живет творчество». В рамках проекта «Лето в Подмосковье» в Люберцах провели патриотическую акцию «Парки поют», посвященную 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Лучшие хоровые коллективы и известные артисты округа исполнили песни военных лет. Подробнее расскажет Богдан Колесников. «Я люблю подмосковные рощи и мосты над твоею рекой. Я люблю твою Красную площадь и кремлевских куратов бой». Более десяти коллективов вышли на импровизированную сцену Центрального парка. Выступали хоры детских музыкальных школ и школ искусств округа. Песню «Дорогая моя столица», которая почти 30 лет назад стала официальным гимном Москвы, исполнил хор детской школы искусств номер 5. «Мы просто не могли не принять участие в этом прекрасном мероприятии. Зрители приняли нас очень тепло, а это самое главное для артиста, и это очень приятно». Присоединился к патриотической акции и творческий коллектив научно-производственного предприятия «Звезда». Солисты хора, инженеры-конструкторы, технологи, научные сотрудники. Всех объединяет любовь к музыке. «Наш коллектив состоит из людей, профессионалов своего дела, и одновременно с этим мы еще и любим петь. И поэтому у нас есть на заводе большой хор из 30 человек». «У нас вообще очень мощная самодеятельность развивается недавно, вот с прошлого года, вот, поэтому мы здесь. Нас всегда встречают очень хорошо, с теплотой, добротой, вот, и даже помогать подбивает». «Песня «Журавли» Яна Френкеля и Расула Гамзатова стала символом памяти о павших в Великой Отечественной. 55 лет назад ее впервые исполнил Марк Бернес. А сегодня – хор детской музыкальной школы номер два. «Это необходимая акция в наше время. Мы должны помнить о нашей победе. И хоровое пение – это то, что объединяет всех участников. Поем вместе с жителями, которые пришли на этот праздник. Это та акция, которую нужно проводить ежегодно. И она просто необходима для того, чтобы объединить всех людей, и молодежь, и взрослых». Акцию «Парки поют» в округе организовали первый раз. В следующем году, в честь 80-летия Великой Победы, ее снова проведут в Люберцах. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Центральный парк стал местом притяжения любителей здорового образа жизни. Более ста люберчан серебряного возраста приняли участие в марафоне по северной ходьбе. Подробнее расскажут в нашем следующем сюжете. Этим мужчинам и женщинам за 55. Они полны сил, энергии, жизнелюбия и не теряют оптимизма. А спорт, хоть и не профессиональный, для них давно стал образом жизни. «Настроение отличное, бодрое. Прибавилось у нас сил, настроение. Танцевали, пели». Кому-то в марафоне важна скорость, и состязание дает такую возможность. Но в первую очередь скандинавская ходьба – это шанс оздоровить свое тело. Это возможность не только двигаться, но и привести в порядок ваше тело. Например, проработать спину, расправить плечи, убрать зажимы в районе лопаток, грудной клетки. Потому что при правильной технике у нас очень хорошо все простраивается и реально оздоравливается. Это оздоровительная ходьба. Участникам предстояло преодолеть дистанцию полтора километра. Желающие проверить свои силы и выносливость на более сложном маршруте прошли два круга, покорив три километра. «13 с копееками, вот так говорят спортсмены». «Довольны своими результатами?» «Не совсем. Немножко разное покрытие, и вот здесь пришлось не отталкиваться. Ну, это моя вина, надо было сразу увидеть. Ну, чисто такие спортивные хитрости». «Вы со спортом на «ты», наверное, с детства». «Да нет, ну, это культура. Сдавать готовь – значит учиться в скандинавской ходьбе. Очень просто». С 2018 года более 200 люберецких долголетов выполнили нормативы «Готов к труду и обороне». 50 из них стали обладателями «Золотого знака ГТО». Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Активисты местного отделения молодой гвардии «Единой России» провели в Люберцах турнир по волейболу. За финальными играми, которые состоялись в Дворце спорта «Триумф», наблюдали и мы. Турнир по волейболу «Гвардейская машина» впервые провели в апреле прошлого года. Тогда за выход в финал состязались шесть команд. Сегодня вдвое больше. «Поцараемся по максимуму привлечь молодежь разных возрастных групп, популяризовать волейбол как вид спорта, дать ему толчок, чтобы ребята занимались, мотивировались». «Сейчас проходят полуфинальные уже матчи. Мы сначала провели групповую стадию для команд. И, соответственно, четыре команды сейчас будут бороться между собой за выход в финал». В составе команд – люберецкие школьники и студенты. Игроки ловко передавали друг другу пас, преодолевая препятствия на пути к победе. «Вот недавно выиграли партию, полуфинал получается. Выиграли с счетом 25-16. Все мотивированы на максимум. Все настроены. Будем бороться». «Вот эта игра прям на эмоции вывела. Было очень интересно. Ну что, ребята у меня молодцы. Соперник вот сейчас в полуфинал прошли, ну хотя бы уже посильнее стали. Так, ну что, мы самые сильные, мы дойдем до финала, спокойно выиграем». По итогам игры победу одержала команда «Зона удивления». «Рэмпэйдж» стала серебряным призером. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Также на главной арене Дворца спорта «Триумф» прошло открытое первенство Центрального федерального округа по самбо. Соревнования такого уровня в Люберцах проводят уже не в первый раз. За зрелищными поединками наблюдали мои коллеги. Парад участников соревнований и приветствие почетных гостей. Спортсменов приехали поддержать известные самбисты, для которых путь в большой спорт начинался, как и у большинства этих ребят, со школы. «В этом возрасте, на первенстве Центрального федерального округа, я никогда не был даже призером. Но в дальнейшем, благодаря терпению, я добился и звания чемпиона мира, чемпиона России. Тут собрались сильнейшие спортсмены. Для каждого участие на первенстве Центрального федерального округа – это большой опыт и шаг к будущим победам». «Ну а для того, чтобы что-то получилось у ребят, у них должен быть хороший рабочий настрой. Они должны вспоминать все то, что делали со своими тренерами дома, на домашних тренировках, на каких-то промежуточных соревнованиях. И если, конечно, сегодня тренер с этими спортсменами рядом, конечно, слушать его наставления и вместе идти к победе, к первому месту». За призовые места боролись 185 спортсменов. Самбисты представили Владимирскую, Липецкую, Смоленскую и Ярославскую области. Всего 12 регионов. Команда из Подмосковья – самая многочисленная. «До конца! Вот отсюда встань сразу! С ногами встань, ногу прихвати!» Дмитрий Макаров выступает за королев. Усердные тренировки и умение слышать наставления тренера во время схватки дали результаты. «Противник был сложный. Я одержал победу удержанием. Это было самое тяжелое». На ковре за призовые места боролись спортсмены 11-12 лет. Для них это знаковые состязания. «Эти соревнования являются своего рода пиком для этого возраста. И, конечно, 11-12 лет – это тот возраст, где спортивный результат не стоит еще на первом месте. Это ребята, которые, по сути, только начинают соревновательную деятельность». Первенством Центрального федерального округа для юных самбистов завершился соревновательный сезон. Следующие состязания пройдут осенью. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше интересных новостей можете искать в наших социальных сетях и, конечно же, у нас на сайте LRT.TV. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!